Большинство игроков при выборе автомобиля смотрят на определенные критерии, например, это максимальная скорость или же внешний вид машины. А сегодня, ребят, мы разберем топ-3 машины до 2 миллионов рублей на МТА провинции, которые будут подходить по 4 критериям. Первое это цена, второе это скорость, третье это управляемость и четвертое это внешний вид. Ну что, погнали? И, ребят, хотел бы вам напомнить то, что 70% людей смотрят меня без подписки, это очень обидно, так что, ребят, исполняйте положение, обязательно подписывайтесь на каналчик, ставьте лайк, ну а мы погнали. Мы будем идти с самой дешевой машины до самой дорогой. Третье место, ребят, это у нас Nissan Skyline GTR 34. Ребят, эта машина очень понравилась многим людям, так как у нее хорошая скорость, управляемость, внешний вид и цена. Цена у данного автомобиля 915 тысяч рублей, топливный бак вместимость 65 литров, разгон до сотки за 4,7 секунд, максимальная скорость 267 километров в час и рейтингов тонны МТА провинция инфо у нас составляет 4,5 голосов из 5. И, ребят, это очень хороший знак, то, что эту машину придется брать. Давайте разберем уже по моим характеристикам. Цена, это у нас 5 из 5 баллов, скорость 5 из 5, управляемость 4 из 5, так как, ребят, у меня была эта машина, и я просто-напросто бывало разматывался в столб, так как ее на кочках начинает вилять, и она просто-напросто улетает. Сейчас, скорее всего, зимой это еще хуже будет, но 4 из 5, и внешний вид, ребят, тоже 4 из 5, и у нас, в общем, получается 18 баллов. Но это довольно хороший результат для такой машины. Давайте пойдем дальше. Второе место у нас занимает Mercedes-Benz S-класса 600-й В140-й. Рейтинг авто на провинцинфо составляет 4,8 баллов из 5. Максимальная скорость у данного автомобиля 253 км в час, разгон до сотки за 7 секунд, топливный бак вместимостью 80 литров, цена автомобиля 1,530,000 рублей. И давайте перейдем также по моим критериям. Цена 5 из 5, так как довольно неплохая цена для такой красивой машины. Скорость у нас 5 из 5, управляемость 5 из 5, машина очень хорошо управляется, очень хорошо едет. И внешний вид 4 из 5. Ну, ребят, это уже по собственному мнению, то, что машина у нас, кузов старенький, да, и вы понимаете, например, BMW M5 E60 взять, у нее очень красивые линии, там все, как бы, все красиво сделано. Но эта машина старая, и из-за этого внешке я ставлю 4 из 5. Общие баллы у нас 19, и это у нас второе место. И первое место, которое вы все ждали, это у нас Kia Optima. Рейтинг авто на провинцинфо составляет 4,5 голосов. Максимальная скорость у нас 243 км в час. Разгон до 100 у нас 7,65 секунд. Топливный бак вместимостью 70 литров. Цена автомобиля 1,380,000 рублей. И также пройдемся по моим критериям. Цена 5 из 5, скорость 5 из 5, управляемость 5 из 5, и внешка 5 из 5. Итого 20 баллов, ребят. Это у нас первое место. И, ребят, вот такой у меня топ получилось. Давайте немного еще поговорим про Kia Optima, потому что у нее очень красивые изгибы, очень красивый кузов. Очень красивый салон, тачка вообще сасная, хорошо едет, хорошая цена. Топливный бак тоже хорошо вместимый. И, ребят, эта тачка просто пушка. Ну, вот такой топ у меня получился. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а с вами был Бейстик. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok